Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире программа «Церковь и общество» и я, ее ведущий, Александр Ворсин. В последний день уходящего года вспомним о главных событиях церковной жизни 2017-го. Гость нашей программы – митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, управляющий делами Украинской Православной Церкви. Добрый вечер, Владыка! Здравствуйте! Владыка, давайте начнем, наверное, с цифр. Сколько епархий в Украинской Православной Церкви на сегодняшний день и как поменялся этот показатель за год уходящий? Украинская Православная Церковь состоит из 53 епархий, служением которой совершают 86 архиереев, из которых 53 епархиальных и 33 векарных архиерея. В этом году новых епархий не создавалось. Семь архиереев у нас находятся на покое. Рухполались только о векарной архиереи. Кроме того, надо сказать, что в прошлом году ушли в вечность три епископа нашей Церкви. Это митрополит Нифонт, бывший на покое, митрополит Нежинский и Перлугский Ириней, и векарий Киевской митрополии архиепископ Белогородский Николай. Пусть Господь упокоит их души в селениях праведных. Жалко, что к статистике примешиваются и вот такие вот характеристики, к сожалению. Есть еще четыре очень важных показателя, количественных. Это количество приходов, церковнослужителей, монастырей и духовных школ. Как менялись эти цифры на протяжении 2017 года? В состав Украинской Православной Церкви на сегодняшний день входят 12 069 приходов, служения в которых совершают 12 283 сечных служителей. На территории Украины находится 251 монастырь, в которых несут свое послушание 4 412 монашествующих. В духовных учебных заведениях на стационаре обучаются 1429 студентов. Надо сказать, что несмотря на сложную ситуацию в Украине, мы наблюдаем постоянный рост приходов, общин нашей Церкви. Если мы возьмем, например, статистику 2012 года, то есть 5 лет назад, то мы заметим, что тогда у нас было 47 епархий и 72 архиерея. Прихода у нас на то время было 11 393, и у нас было на то время 10 963 священных служителей. То есть, если подвести итоги, можно сказать, что за эти 5 лет прихода у нас увеличилась на 700 и на 1300 освященных служителей. То есть, священнослужителей сейчас больше, чем приходов? Да, потому что есть кафедральные соборы, есть монастыри, где несут свое послушание несколько священных служителей. В монастырях вообще там бывает довольно много всегда священнослужителей. Но тут налицо еще и работа духовных школ. Владыка, на тему духовного образования давайте поговорим чуть подробнее. Я знаю, что она вам близка, поскольку вы 10 лет возглавляли Киевскую духовную академию, семинарию. Скажите, что поменялось в Киевской духовной школе, и что вообще изменилось за последний год в сфере духовного образования? За последние годы система духовного образования Украинской Православной Церкви постепенно переходила на трехступенчатую систему, то, что обычно принято назвать балогонской системой. И теперь все духовные семинарии нашей Церкви выдают диплом Баклавра Православного Богословия Единого Образца. В Киеве создана магистратура, уже было несколько выпусков, и мы надеемся, что вот третья ступень аспирантура даст нам в следующем году, в 2018 году, первых выпускников. Кроме того, ушедший год для нас значим тем, что за прешние годы, о чем я сейчас сказал, это относилось к стационарному обучению. До этого года мы не вводили новую систему на заочное отделение. И вот в ушедшем 2017 году впервые мы провели для выпускников баклаврский экзамен, и кто их успешно сдал, получили диплом Баклавра Богословия. И осенью уже прошел новый набор в магистратуру. Мы подготовили новую программу для магистратуры в заочном отделении. Программа магистратуры на заочном отделении немного отличается, но это связано с спецификой заочного обучения. И мы постарались сделать все, чтобы и заочники максимально получали те знания, которые необходимы им в пастырском служении. В конце года нельзя не вспомнить традиционный крестный ход, который совершается накануне Дня памяти равноапостольного князя Владимира. Крестный ход совершался не впервые, год от года они отличаются. У вас лично какие впечатления остались от последнего крестного хода? Крестные хода, проходящие накануне Дня памяти сято-равноапостольного князя Владимира, в Украине постепенно становятся традиционными. В этом году они имели еще особый отпечаток, потому что мы праздновали 25-летие собора епископов Украинской Православной Церкви. И почти во всех епархиях, епархальных городах проводились многодысячные крестные хода. Причем особенностью было и то, что возглавляли крестные хода те святыни, иконы Божьей Матери, которые были явлены в нашей Церкви в последние десятилетия. Вообще надо сказать, что мощи святых, прославление святых угодников Божьих, прославление икон чудотворных – это особая милость для нашего народа, которые Господь являет нам для укрепления, для того, чтобы мы несли свой крест без ропота и прославляли своего Отца Небесного. А в сам день 27-го, непосредственно накануне, Дня памяти уже традиционно на Владимирской горке, совершался молебен, который возглавил блаженнейший митрополит Ануфрий. Сюда прибыли почти все крестоходцы из епархий. Было в этом году также довольно много представителей из других поместных православных церквей, как из ближнего, так и из дальнего зарубежья. И это опять было явлено единство вокруг нашей украинской канонической православной церкви. Крестный ход всегда связан с молитвой. Это особого рода богослужение. Мы особенно молились во время крестного хода, чтобы Господь дарвал нашей стране мир, чтобы наконец-то закончилась война. К сожалению, как было и в прошлом году, и позапрошлом году, некоторые средства массовой информации пытались представить, что это не крестный ход, это некая политическая акция, направленная против нашего государства. Но, слава Богу, народ церковный понимает эти провокации, и они достойно и мужественно прошли свой путь, молясь усердно и не проявляя никакой агрессии. И в этом году в Киеве от Владимирской горки до Киево-Печасской лары прошло около 100 тысяч человек. Вы сейчас упомянули еще об одном событии, которое отмечалось в ушедшем году. Я имею в виду 25-летие Архиерейского Харьковского собора. Его история связана с расколом в украинском православии. Скажите, 2017 год, насколько он приблизил или наоборот отдалил возможность уврачевания раскола? Раскол, который имеет место в Украине, это действительно рана, которая пронзает сердце христианина. И вообще разделение православного, единокровного, единоверного народа – это, конечно, ненормальная ситуация. И мы должны всячески стремиться к тому, чтобы преодолеть церковные разделения. И 2017 год дал нам такую надежду. Я говорю о том, что бывший митрополит Киевский Филарет написал, как мы знаем, обращение к святейшему патриарху Кириллу. Это обращение, это письмо было рассмотрено на Архиерейском соборе в Москве. Создана комиссия для того, чтобы вести переговоры. И мы упываем на Бога и надеемся, что Господь даст нам силы преодолеть такую страшную рану, такую страшную болезнь, которая тлеет на теле украинского православия. Не только украинского православия, а всего всемирного вселенского православия. За последние годы мы много слышали о силовых захватах храмов Украинской православной церкви сторонниками так называемого Киевского патриархата. В связи с этим, блаженнейший митрополит Ануфрий, многие другие официальные лица Украинской православной церкви говорили о том, что диалога с киевским патриархатом не будет, пока события развиваются вот таким вот образом, пока есть силовые действия против прихожан. Но, тем не менее, диалог начался. И вы упомянули только что о письме Филарета, о его реакции на него. Скажите, диалог связан с тем, что позиция киевского патриархата изменилась в этом вопросе? Ну, к сожалению, должен констатировать, что пока, во-первых, диалог не начался, только создана комиссия с нашей стороны, так называемого киевского патриархата, мы никаких комиссий пока не видим. И, во-вторых, к сожалению, мы не слышим официальных заявлений относительно незаконно захваченных храмов. Хотя диалог искренний, без всяких подспудных здесь задач, конечно, предполагает доверие и предполагает отсутствие агрессивных и заявлений, и действий друг против друга. Я вспоминаю 2009 год, когда тоже мы попытались начать диалог с так называемым киевским патриархатом. И на первой же рабочей группе мы пришли к мнению, что если диалог будет иметь место, то необходимо воздержаться от любых агрессивных действий друг против друга. Пока никаких переговоров у нас не было, еще раз повторюсь, но надеюсь, что при первой же встрече двух сторон мы поднимем вопрос о тех храмах, которые были незаконно захвачены в нашей Церкви. В уходящем 2017 году проходила работа Архиерийского собора Русской Православной Церкви. Одним из решений собора оговаривался новый статус Украинской Православной Церкви. На это решение последовала очень бурная реакция. Скажите, насколько вообще изменился статус Украинской Православной Церкви? Как к нему относиться теперь? Инициатором появления новой главы в уставе Русской Православной Церкви был блаженнейший митрополит Ануфрий. И задача ставилась не изменить статус нашей Церкви, а зафиксировать то положение, в котором мы сейчас живем и существуем. Потому что на протяжении уже более 25 лет Украинская Православная Церковь является независимой, с правами широкой автономии. И некоторые моменты нашего нормативного существования, они размещались как в уставе, так и в других нормативных документах. И задача была, прежде всего, все это упорядочить. И таким образом появилась целая глава в уставе Русской Православной Церкви, которая так и называется Украинская Православная Церковь. Важнейшим моментом в уставе Русской Православной Церкви является то, что однозначно подчеркнуто, что административный центр управления Украинской Православной Церкви находится в Киеве. Вообще в нашем уставе управления Украинской Православной Церкви зафиксировано, что административным органом управления Ныне нашей церкви является киевская митрополия. И это положение, которое действует с момента нарывания нашей церкви статуса независимого управления. То есть оно так и было. Но оно не было вот так однозначно зафиксировано. Вот сейчас такой статус зафиксирован уже официально и в уставе русской православной церкви. Поэтому нужно сказать, что статьи главы Украинской православной церкви, они или повторяют то, что было в уставе русской православной церкви, только в разных главах. Или же фиксация того положения, которым мы пользуемся уже на протяжении 27 лет. То есть событий в ушедшем году много и они разноформатные. Просто поток информационных поводов. Но я все же попросил бы вас выделить два момента, которые для вас лично важны. Назовите, пожалуйста, события года и, если можно так сказать, человека года. Наверное, все, о чем мы сегодня говорим, это является событием года. Наверное, сложно как-то выделить что-то отдельно, потому что для христианина важен каждый день. И полагаю, что, наверное, та работа, которую проводит наша церковь, помогая в реабилитации тех людей, которые пострадали в зоне боевых действий, а это ежедневная работа, ежедневная помощь, это коммунировки в зону боевых действий с гуманитарной помощью. Наверное, это я бы назвал событием, не просто года, а событием, ежедневным событием целого года. Что касается Человеком года, здесь тоже, наверное, очень сложно, но есть один проект, который как-то выделяется из всей нашей жизни церковной. Я имею в виду лизонный проект «Холос Краины», в котором в этом году победил нас, священник, отец Александр. Важность именно вот этой победы, полагаю, в том, что таким образом церковь имеет возможность на культурном уровне проводить миссию, евангелизацию. Потому что, ну, не все ходят в храм, но когда видят, что священник и поет, и говорит те слова, которые необходимо сказать, сцена, я думаю, что это очень важный момент уходящего года, который мы прожили. Вот наступающего года, чего ждете? Уже около четырех лет проливается кровь на Донбассе. И, наверное, для каждого человека, для нас, священнослужителей, конечно, надежда упывания на Бога, чтобы Господь помог нам прекратить это кровопролитие. А сейчас ведутся очень сложные переговоры по поводу военнопленных. И в этот процесс вовлечена и наша Церковь. Мы стараемся, чтобы к Рождеству Христову мы осуществили эту миссию. Очень сложно, идут переговоры, но надеюсь, что мы сможем общими усилиями тех, у кого зависит освобождение военнопленных, так, чтобы всеми опять получили своих родителей, братьев, отцов. Полагаю, что если нам удастся это осуществить, это будет очень важным шагом вообще к умиротворению ситуации на Донбассе. Второе, о чем хотелось бы попросить Бога, Его милости и попросить всех наших верующих помолиться, это вопрос с преодолением церковного разделения. Наша Церковь открыта, мы создали комиссию и готовы к переговорам, сделать все, чтобы те люди, которые пока находятся вне церковной жизни, вне церковной ограды, заединились в единое тело Церкви Христовой. Этого ждут от нас и наши верующие, это ждет от нас все украинское общество. И мы надеемся, и упуваем, и будем делать все от нас зависящее. Это сложный процесс, и полагаю, что в наступающий год нам предъявят новые вызовы. Но если мы будем ответственно относиться к тем возможностям, которые дал нам Господь, я думаю, что мы все это сможем сделать. Владыка, я благодарю Вас за беседу и, пользуясь атмосферой новогоднего вечера, хочу поздравить Вас с наступающим новолетием и пожелать, чтобы в будущем году мы точно так же с Вами встречались в программе «Церковь и общество». Благодарю Вас. Спасибо, Господи, за поздравление. Я тоже от всей души поздравляю всех наших зрителей с наступающим Новым годом. Дорогие друзья, мы общались с Управляющим делами Украинской Православной Церкви, Митрополитом Бориспольским и Броварским Антонием. Для того, чтобы в наступающем году наша программа не утратила своей актуальности, пишите, звоните, задавайте вопросы. Контакты программы Вы видите на экране. С Вами была программа «Церковь и общество» и я ее ведущий Александр Ворсин. До встречи в будущем году ровно через неделю. Продолжение следует...